Как наши зрители уже успели заметить, три детских садика строятся в соревновательном режиме. То один, то другой вырывается вперед или напротив отстает. В последнее время, увы, снизились темпы работ на стройплощадке по адресу 1-й советский переулок 24, а также садов деревни Медвежьи озера. Причины тут не столько экономические, считает Алексей Валов, сколько человеческий фактор. В любом случае, за нарушение графика работ строители подвергаются санкциям. Конечно, мы их будем штрафовать, штрафуем, будем штрафовать, но самое главное – отношение людей. Ведь в любом случае и у тех, и у других есть понимание, что это социальный объект, строится детский садик, здесь надо выкладываться, успевать, мамочки ждут, чтобы детишек повезти в новые садики. Совсем с другим настроением руководитель районной администрации приезжает на стройплощадку в Новый городок. Здесь ведется чистовая отделка помещений, один этаж детского сада уже готов полностью. Коллектив строителей под руководством прораба Нины Лагутиной старается побыстрее закончить и сдать социально значимый объект. А что уже сделано? Третий этаж полностью, второй и первый, ну где-то на 80%. А какие работы можно назвать? Ну, настилка линолеума, сантехнику, электрики и лоботочки. Строители ждут, когда подсохнет земля, чтобы можно было приступить к работам по благоустройству территории. Сегодня на стройплощадке садика работают порядка 80 человек. Вот на Новом городке две женщины, два руководителя. Знаю, как сказать, их главные учредители. Ну, есть совесть у людей. Видно, работают ответственно, делают все очень качественно, профессионально. И у них не меняются бригады. То есть, как бы, понимание, если так с моей стороны, что у них внутренняя финансовая стабилизация идет, экономика предприятия идет, ну и, соответственно, качество работы. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».